И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Данное видео будет являться первой частью продолжающегося нашего с вами обсуждения ситуации, складывающейся тиро меняющейся постоянно в Армении. В данном случае эта тема будет разделена, впрочем и на протяжении последнего времени на две части. В первой части мы поговорим о Пашиняне и о той ситуации, которая складывается вокруг готовящихся выборов в армянский парламент. Вторая часть же будет посвящена у нас общей картине ситуации в Армении. То есть назовем так, картине связанной ситуации в вооруженных силах, в экономике и в прочих государственных проектах вообще существования государства Армения. Вы знаете, когда я последнее время вижу Пашиняна и слышу о его попытках что-либо изменить, мне он напоминает почему-то ракенского актера, ракенскую роль незаменимой, где уставший чиновник после рабочего дня, который руководит, в общем-то, по звонкам. Но руководит, я бы не сказал, что успешно, но не хуже, чем его предшественники. Для того, чтобы его как-то поддержать, его секретарь заявляет ему под конец «Незаменимый вы наш». Вот то же самое можно сказать и про Пашиняна. Почему я говорю «незаменимый»? Он «незаменимым» является для крупных мировых бонзов. По ситуации в Армении он «незаменим». Давайте с вами сейчас просто вспомним, а какие фигуры метят на место премьер-министра Армении. Основными игроками из оппозиционного стана, конечно же, являются Кочарян и Серж Саргсян. Но может ли на них поставить Россия либо Америка? Нет. Нынешний президент, в общем-то, о нем весь армянский народ говорит «ни рыба, ни мясо». Он даже хуже-более пассивный, нежели главный герой Райкина в данном видеоролике «Незаменимый». Он не решает ничего. У него нету своего мнения. Он всегда полагается на то, что кто-то скажет за него. Кто-то решит за него, кто-то пойдет за него, кто-то позвонит за него. Ну, безвольный человек. Хотя и занимал некогда достаточно большое место в крупнейших нефтяных компаниях, в частности Англии. Но речь не об этом. Обсуждая других личностей, мы с вами в данном видео поговорим еще об одном новом игроке, который решил заявить о своих претензиях на армянский престол в виде премьер-министерского места. Это, как ни странно, Ара Абрамян. Да, глава Союза Армян России. Но давайте обо всем поэтапно. Пашинян заявил о своем уходе в отставку. Правда, он также заявил, что он будет исполнять обязанности на время выборов той же самой роли, что он выполняет сейчас. Все это, конечно же, по неволе ставит его в дополнительно сложную ситуацию. В связи с усугубляющейся ситуацией вокруг его будущей судьбы и стараясь хоть как-то защитить себя, он в неочередной раз, в частности, меняет главу спецслужб Армении. Он пытается, и это тоже очень важно, усилить российско-армянскую военную группировку. Вы думаете против Азербайджана или Турции? Нет. Он усиливает ее, если в Армении начнется раздрай. И, кстати, вот это его заявление как раз-таки свидетельствует, то, что Пашинян наиболее пророссийский, чем его предшественники. И нынешние кандидаты это на престол. Он готов сдать Армению России. Не Турции, как об этом старается заявлять оппозиция. А именно России. Знаете, эти речи о том, чтобы Карабах передать России, вот эту часть Карабаха, на которой находятся миротворцы, на мой взгляд, тоже исходят, в частности, от Пашиняна. И об этом чуть позже мы... Я обращу ваше внимание на некоторые моменты. Почему я, скажем так, делаю столь громкое заявление, что жизнь Карабаха и его возможный вход в состав России, на горной части, вот этой маленькой, что осталось у армянства, это очень может быть, что идет именно от Пашиняна. Но давайте пойдемте дальше. Для того, чтобы не войти в историю армянского народа, как губитель Армении, как уже вошли Кочаряны и ему подобные, он старается, пока он еще находится у власти, укрепить союз с Баку и Анкарой. Потому что он прекрасно осознает, так же, как и тысячи экономистов по всему миру, что у Армении нет другого выхода, кроме как налаживания отношений с соседями, как, наконец-то, разблокирование Армении со всех сторон, как создание общей некой бизнес-платформы между всеми странами, с которыми граничит Армения. Другого выхода просто нет. Все то, что сейчас старается осуществить на скорую руку Пашинян, говорил уже давно его учитель Левон, Левон Тарпетросян. У Левона не получилось, Пашинян вовремя вычислил тот момент, когда все может получиться. Правда, для того, чтобы ему осуществлять то, что он сейчас делает, ему надо было еще больше усилить влияние России на территорию Армении. Он это сделать не смог, не захотел, или у него не получилось. Это уже вопрос не ко мне. Потому что понятно, что Запад не мог бы позволить Пашиняну сыграть ту игру на сближение с Турцией и на большую независимость Армении от Запада. не мог. Поэтому он должен был это понимать, Пашинян. Но не понял. Он полагался только на Запад. Идемте дальше. Пашинян призвал открыть дороги для Азербайджана. То есть, опять-таки, в данном, даже в самом названии, уже высказывается правота того, о чем я говорил. У Пашиняна мало времени. Его могут сместить в любую минуту. И для того, чтобы в момент смещения армянским радикалам не удалось отыграть назад в запущенные международные проекты по Закавказью, Пашинян вынужден, грубо говоря, упереться рогами в стену и двигать эту стену как можно ближе к цели. Во всяком случае, до красной черты. После которой эта стена не отъедет назад. Пашинян старается. Насколько это получится, это уже вопрос другой. Вопрос даже не, как ни странно, не выборов. А удастся ли Пашиняну за это время закрепить Россию российское влияние в Армении, потому что этого влияния уже давным-давно нет. Ведь, опять-таки, американское посольство в сотни раз превосходит российское. И это говорит о многом. Это говорит о влиянии. Поэтому он должен позволить России выбить американское посольство или сократить его на территории Армении. Как это будет сделано, это уже другой разговор. Поживем, посмотрим. Передвигаемся дальше. На границе Армении и Азербайджана погранпосты размещаются на основе карт СССР. Но это то, о чем мы с вами говорили. Говорили неоднократно. Об этом пишет Анна Светлова в известнейшем интернет-портале, информационном интернет-портале газета.ру. Давайте опустим тесниже. В частности, данные границы будут проводиться по картам 1975-76 года. Об этом заявил в частности вице-премьер Армении Тигран Авинян в интервью о армянской службе радиостанции Свобода Азутутюн. Ну, что можно сказать? Опять четко заявляю, что это делается не просто так. Не просто так, можно сказать, Пашинян старается протолкнуть данные действия в ускоренном режиме, потому что у него, возможно, осталось мало времени. Я скажу больше. Если на выборах оппозиция проиграет, Пашиняну грозит смерть. Надеюсь, Пашинян это понимает, что армянские радикалы захотят его убрать. Другого пути у них не будет. Потому что если Пашинян побеждает у так называемых оппозиционеров, то он должен будет их всех закрыть. Как врагов армянского народа. Всех. То есть здесь, знаете, что? Здесь красная черта и у армянской оппозиции, и у Пашиняна. Кто кого? Как пел в песне «Последний бой, он трудный самый». Вот этот последний бой. Или Армения исчезает с карты земли при победе националистов тире оппозиционеров, либо у Армении появляется второй шанс, я даже скажу честно, но в определенном смысле величия, как у народа, который выжил в аду. Я скажу честно, я буду аплодировать. Народ, который избавился от ярма нацизма, избавился по-крупному, давайте считать, тогда мы выиграли войну, но сам его будет за что уважать. Но вот что выберет армянский народ, нацистское ярмо или свободу, опять-таки все зависит от самого народа. Мы же продолжим. Говоря о границах, меня очень насмешило заявление так называемого Аббудсмана на Армении. власти Азербайджана еще в 20-х годах прошлого века пытались помешать установлению границы. О какой установлении говорит данный амбудсмен? когда повсюду действовали дашнакские радикалы? Мы что с ними должны были договариваться? С теми кто вырезал азербайджанцев в Зангизури? О какой границе в те годы шла речь? С кем договариваться? Уже смешно. А вот дашнаки как раз таки все время хотели большего. с ними договариваться чтобы они постоянно отрезали по куску земли? Нет. Нет и еще раз нет. Только сейчас когда есть действительно серьезные международные инстанции хотя наполовину не работающие Азербайджан готов к этому прийти к проведению границ. Но именно армяне засылают боевиков на территорию Азербайджана не давая провести эту границу. Именно армяне шипят от тех событиях которые происходят сейчас на границе между двух стран. Не Азербайджан шипит а именно армянство. Продолжим. Пашинян объявил о планах Армении вложить в строительство инфраструктуры в Карабахе 208 миллионов долларов. что же хочется сказать давайте с вами для начала определимся когда была сделана данная статья напечатана опубликована это очень важно насколько я могу понять где-то 27 28 числа а вот здесь написано 26 числа почему я акцентирую ваше внимание на этом событии 27 он снимает начальника СНБ Армении до этого обещает вложить в Карабах деньги чуть позже говорит о том что уходит в отставку в связи с кроме этого в эти же дни говорит о необходимости срочного открытия границ с Азербайджаном и сотрудничества с Азербайджаном и Турцией больше похоже что в Карабах посылаются деньги которые он планирует заработать в первое время открытия границ потому что что-то я сомневаюсь чтобы у Армении сейчас нашлись такие лишние дополнительные финансы не так ли ну а мы продолжим постепенно продвигаясь к концу первой части разговора о ситуации в Армении Сарксян отказался поддержать Кочаряна в борьбе за власть очень интересный кстати аспект с одной стороны понятны все вот эти телодвижения Пашиняна он боится свержения я его или отречения я его от власти а возможно и убийства но скажите мне если говорить не о самом критичном моменте а говорить именно о выборах я бы еще мог бы представить себе что союз армянских радикалов совместно с российскими так называемыми олигархами возможно и имели хоть какой-то шанс если не выиграть у Пашиняна то расколоть Армению но Сарксян выступает против Кочаряна и как ни странно против этих обоих лидеров выступает Ара Абрамян знаете меня здесь интересует одно один маленький аспект то есть армянская оппозиция будет расколота уже еще на одну дополнительную часть и неужели кто-то верит после этого что вот эта расколотая оппозиция сможет предоставить кого-нибудь на место премьер-министра Пашиняна кандидата общего кандидата запад например точно не поставит на Ару Абрамяна сомневаюсь чтобы он поставил на Сержа Сарксяна хотя на Сержа Сарксяна в большей степени чем на Кочаряна если так говорить то есть за Ару Абрамяна будет стоять определенный олигархат России армянский олигархат праармянский за Сержа запад за Кочаряна еще часть олигархата России так кто же сможет поставить тогда Пашиняна на колени если за Пашиняна будет также часть России немаловажно часть запада немаловажно и все страны соседи с Арменией кто сможет побить эти козыри из тех трех оппозиционеров которых я назвал тем более всех их троих хотя нет всех четверых в общем-то в больше или меньшей степени ненавидит народ армянский поэтому у Пашиняна все-таки козырей больше на руках чтобы выиграть выборы тем более Пашинян единственный кто призывает именно к миру и к соблюдению того самого договора который был подписан в Москве между Азербайджаном Арменией и России то есть и российская верхушка в общем-то в большей степени будет придерживаться за тем чтобы Пашинян сохранил свое место идемте дальше армянская оппозиция отреагировала на решение Пашиняна об отставке но они посчитали что они уже победили знаете не говори гоп пока не перепрыгнешь была такая пословица в России и здесь то же самое у Пашиняна еще очень много козырей которые он не использует потому что в случае открытия дорог с Азербайджаном из Турции к выборам хотя бы одной из дорог ситуация в пользу Пашиняна может резко наклиниться к лучшему ну а теперь я обещал вам сообщить про Ару Абрамяна при этом ссылаться я буду в данном случае на видеоролик Смолния ТВ давайте послушаем глава Союза Армян России Ара Абрамян планирует принять активное участие во внеочередных парламентских выборах в Армении об этом он сообщил в виде интервью опубликованном на официальной странице Союза Армян России я чувствую себя виноватым за то что не боролся не говорил Пашиняну кто ты такой расскажи пусть народ узнает чего ты добился в своей жизни мы должны создать условия чтобы каждый на своем месте был счастлив и вернуть улыбку нашему народу отметил Абрамян глава Союза Армян России рассказал что вскоре отправится в турне по разным странам проведет ряд встреч после чего уже в Армении политические консультации он также пообещал вскоре детально представить как свою программу так и команду а также рассказать о договоренностях достигнутых с разными силами давайте я на этом остановлю вы сами слышите то есть армянская оппозиция получит дополнительную трещину и со всеми этими трещинами где Серж не может найти общий язык с Кочаряном где оба они точно не найдут язык Сары Абрамяна где существуют армянские националисты Дашнаки которые то поддерживают Кочаряна то отходят от него где есть Сосна ЦРР которая выступает против всех и вся вот эта каша хочет выиграть у Пашиняна знаете что мне это напоминает мне это напоминает политику России Путин остается с президентом и неприкасаемой личностью потому что в общем-то вся российская так называемая политэлита среди оппозиции расколота на множество мелких никому не нужных либо бывших представителей власти либо в кавычках личностей вообще не имеющих никакого политического либо экономического опыта здесь то же самое либо бывшие власти типа Кочаряна Сержа Сарксяна которые грабили и убивали свой народ либо Ара Абрамян который замешан во многочисленных черных схемах и у которых во все-таки нету политического веса тире опыта управление диаспорой это не управление страной не так ли это две громадные разницы он мог бы работать министром иностранных дел еще более-менее хотя с его знанием русского языка это тоже было бы смешно но более-менее но никак не представителем власти в Армении как-то так дорогие друзья как я сказал это первая часть того видео в котором мы с вами продолжим говорить о ситуации в Армении во второй части мы поговорим уже об общем рисунке о ситуации в вооруженных силах Армении в экономике и так далее я же на этом с вами заканчиваю данное видео всем до свидания всем пока всегда ваш Сеидов Камран до свидания до свидания до свидания